МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В эфире главный герой. Люди, о которых говорят. Сегодня специальный рождественский выпуск. Тот случай, когда мы снова расскажем о герое минувшего года, что называется, по многочисленным заявкам телезрителей. Алиса! В нее были влюблены мальчишки всего Советского Союза. За ее адрес готовы были платить и убивать. Расскажите мне по Наташу, мне по столу в живот опирается оружие какое-то. Но однажды она исчезла. Что стало с девочкой из прекрасного далека? Как они все боятся, ну, усилили. Гости из будущего. Самый пронзительный фильм нашего детства. Я им ничего не сказал. Как погиб Коля Герасимов? Не мудрено было тогда какие-нибудь неприятности попасть. Как воскрес робот Вертер? А-а-а-а-а-а-а-а! И нашла ли Алиса свою любовь? У меня была одна безответная любовь. Наташа Гусева. Единственное интервью после долгого молчания и уникальное путешествие назад в будущее. Я хочу оставить свой светлый образ чистый. Путешествие назад в детство вместе с культовым фильмом «Гости из будущего» и его главной героиней Алисой Селезневой. Ностальгическая мечта нынешних 30-ти с небольшим летних и их 50-ти с чем-то летних родителей. В марте 85-го к власти только-только пришел Горбачев. Но советских школьников волновало совсем другое. Вот строка в тогдашней телепрограмме, поставившая страну на дыбы. 16.05. Премьера худ фильма для детей «Гости из будущего». Сыгравшая Алису с виду обычной школьницы Наташа Гусева внезапно стала иконой. Даже сейчас по опросам в блогах она лучшая актриса ребенок. Но в то, что она уже не ребенок, ее фанаты верить отказываются. Кино показали и началась тотальная алисомания. Мальчишки искали по подвалам машину времени, девчонки стриглись под Алису. И все вместе кричали «Милофон у меня». Даже ничем не знаменитые места в центре Москвы, там, где снимали фильм, обрели сакральный дух. Ну, скажем, улица Волхонка, где появляется Полина, женщина будущего. Или Покровка. Этот пейзаж Алиса видит из окна больничной палаты. Но есть еще одна культовая точка – арка в чистом переулке. Здесь Алиса Селезнева встречает одноклассников. Тайна в том, что фанаты фильма «Алисоманы» об арке знают, но где она, так и не вычислили. Здесь была Алиса. Старых надписей уже след простыл, но место встречи изменить нельзя. Своим верным фанатам Наташа Гусева назначила свидание у арки. Что это такое, им объяснять не надо. Осталось найти. Кто-то зовет нас сусален герой. Люди настоящего экипированы тем, что в ее будущем еще не изобрели. Ноутбук со специальной картой Алисомана. А 10 – это вот эта арка. Камера, GPS-навигатор, все модные гаджеты, кроме милофона. Мы сейчас где находимся? Да, сейчас. Денежный. Но упрямая подворотня как будто назло прячется. Может, за тем углом. Где она? Вот, слева. Им хорошо за 30, и представляют они миллионов 30 во всем бывшем союзе. Педанты – банковский клерк Слава, Андрей – строитель с видом ботаника, и ветеран движения Саша Лас – вечный походник. Этот фильм так запал им в душу, что сами они надолго впали в детство. Вот он, совет Банковский. Причистинский. Это почти не игра. Не каждый день в переулке вас ждет живая Алиса Селезнева. Светлый идеал детства – какая она теперь, ставшая взрослой. Вот теперь я точно не забуду никак, да. В первой серии, где ученик 6-го В, Коля Герасимов, без разрешения взрослых отправился в будущее, Алиса нет. Нет ее и полвторой серии, замерили точно. Ее громадные блюдцеобразные глаза появляются на 29-й минуте 31-й секунде. Меня всегда папа пугал. Он говорит, вот смотри, забросишь учебу, придется локтейсы идти. Это сцена в космозоох, космическом зоопарке, где Алиса возится с бестолковым крокодилом Сеней, куклой под управлением водолаза. Думай, Сеня, думай. Придумано словно для нее. В перерывах между дублями Алисы у настоящей Наташи начиналась жизнь насекомых. В спичном коробке у меня был дрессированный, как я говорила, богомол. Мало того, я их все время кормила зубочистками, наковала всяких мушек, дрозофилом. Он так очень интеллигентно ел. Группа вся съемочная в ужасе смотрела на все это дело. Снимать в киношном режиме, значит, все сцены в разнобой. Беготня по космозо, это уже второй год съемок. Ей 12 лет. Ее как бы космическое платье по весне откровенно издевалось над воображением советских подростков. Это была первая фотография девочки, которую мой друг, значит, поставил себе под стекло. Девочку поставить себе было, это что-то непонятное совершенно. Оператор подошел к нам и сказал, вот посмотрите, ваша девочка проснется. Знаменитый. Мы посмеялись. И тут я выхожу во двор, и все ребята, которые там были, они замирают, на меня смотрят. И я понимаю, что смотрят они на меня, вот как будто я какой-то зеленый человечек с рожками. Батя, это же мой ребенок. И в этот момент я почувствовала, что все, что-то у меня тут жизнь-то изменилась круто на самом деле. И если бы только у нее. Сергей Черкасов, который сейчас рулит алисаманским интернет-сайтом, помнит, как тогда, в 85-м, Алиса превращала СССР в страну чудес. Дворы пустели. Поскольку до дома не успевали дойти, ходили в ближайший магазин, где продавали телевизор и смотрели по телевизору. Там уже специально для нас включали звук. Девочка из будущего лежит в больнице почти всю третью серию. Реально же это самый первый съемочный эпизод. Якобы шестиклассницу, 11-летнюю Наташу, снимали сильно на вырост. Пижаму подбирали, она была велика, на огромные были рукава, огромные брючины, но режиссер решил, что это нормально. Когда через год снимали продолжение как бы в больнице, но уже в павильоне, выяснилось, что пижама мне коротка. Я бы не стала бегать в пижаме. Девочки в пижамах, вы простудитесь. В своей районной поликлинике мама Наташа Галина Макаровна врачует уже 35 лет. Столько же стоит это здание. Шурочка, Шурочка. Шурочка, Шурочка, да, да, да. Гостью из будущего стала для нее историей болезни, причем массовой, хронической и едва ли излечимой. Следующий, заходите. Свою главную роль она сыграла не в фильме, а для фильма. В шутку ее даже хотели вписать в титры, как мать героини. Это она была и секретарем, и костюмером, и телохранителем, и вышибалой поклонников. Сначала по-хорошему, а потом уже прям драку полезло, и человек шурять. Тогда и в таком возрасте кинозвезда – это обычная девочка, на которую показывают пальцем. Ее выходные превратились в сплошной домашний арест, а будни – в партизанщину. Если какие-то подозрительные, явно не наши личности, там, значит, стоят около школы, тогда нас тихонечко выглядывала. Я шла ко второму выходу этой школы, которую мало кто знал, и молила Бога, чтобы он был открыт. Вот он, спасительный черный кот. Домой ее не провожали, конвоировали. Появилась даже своя школьная дружина. Когда даже уже дежурствовали, кто-то один, кто-то другой, когда они уже входили в мое положение. Этот маршрут на московской окраине и сейчас пропитан шпионской кинематографической романтикой. Как будто она сыграла не в гости, а в тассу полномочен заявить. Здесь были большие деревья, удобно было на него влезть, и каждый пытался заглянуть в окно. Они влезали на дерево, да, и вот сидели, вот сезали. Два, три, четыре. Беззлобная наружка скоро переросла в шоу за стеклом. Биноклем лист, подзорной трубой, ну и хорошо просматривалась квартира. Она! И вдруг с криком, ой, это же Алиса Селезнева! И к ней. А она сжалась так, распишитесь, пожалуйста, Алисочка! Она нам дает, и нам, ой, спасибо. А глаза, вот такие ощущения, что дети увидели Бога. Вот, как говорится. Вот для них это было божество. Якобы наступившая амнезия Алисы позволила авторам фильма элегантно не ответит на ключевой вопрос, будораживший миллионы сердец. По-моему, ты никогда не была влюблена. А ты? А я забыла. А Наташа Бусева, что вы ответили? Была влюблена, да. У меня была одна безответная любовь. Потому что просто этот товарищ даже не знал, не подозревал об этом. Вчерами смотрела на его окна дома. Чтобы увидеть окна ее дома, нужен был адрес, а за него были готовы отдать все. И вскоре нашлись те, кто согласился брать. По 50 рублей у них вкладывали, там продавали. Ее адрес был вопросом жизни и смерти. Потухают зрачки, глаза становятся, он прищуривается как-то так. И в этот момент у меня под столом, значит, в живот упирается, ну, на первый взгляд, вроде как оружие какое-то. Это, конечно, это маньяк. Тогда письма Алисе писали и ПТУшники, и, по слухам, будущие революционеры Ющенко и Саакашвили. Но всех уравняла почтовая демократия. Даже вип-мужчины ложились в общий мешок. Избежав пули, Саша Лас кое-что из корреспонденции спас от жестокого далека в гараже, который специально снимает. Ого! Глаза, по-моему, у вас совсем не карие, да? Может, у кого-то был черно-белый телевизор. Около миллиона пришло писем, то есть вся страна... Наташа, передай записку. Алисе, Алисе. Писали отовсюду и направляли тоже повсюду. В графе «Адрес» вписывали улицы Ленина, Чапаева, Зеленого попугая. Ей хотелось отдать лучшее – от фотографий до бутылочных этикеток. Девочка, которая сообщила, что в школе будущего, отвечая, не встают и на дом не задают, должна быть где-то рядом с генсеком. Больше всего был, конечно, просто город Москва, Красная площадь, Алиса Селезневой. Когда фильм перевели на братские языки соцлагеря, письма хлынули даже из Вьетнама. Шли реформы, а она невольно раздвигала рамки дозволенного. Уже почти не скрывали – вовсе не галстук волновал в этой пионерке. Мальчик, как жаль, что я не мальчик. Я не знаю, что имелось в виду, но очень… Девочка хотела быть ботаником, все понятно. Однажды был даджигид, который приехал из Армении, он был старше лет, наверное, на пять. Он приехал в Москву и все предлагал ей, да, и руку, и сердце, и любовь горячую. Выходи за меня замуж, я без ума от себя, там пишет 50-летний дядечка. Наташу можно? Нельзя. Но звать ее под венец начали прямо из октябрят. Наташина первая учительница… Здравствуй. Я вы совсем не из меня. …могла быстро припомнить все. Да вы жениться собрались в первой классе. Нет, нет, я была серьезной девочкой. Он мне написал записку, что давай поженимся. Неправда, неправда. Я прошу руки вашей дочери. Папа там тоже чуть с подоконника не упал. Потом посмотрел на Андрюшину маму и сказал, ну вообще я не против. В этой школе, откуда Наташа после уроков бежала на студию Горького, сниматься ученицей 6-го В, теперь все кажется неспроста. И стена с космической абстракцией. И барельеф летчика Павлова, который упорно кое-что напоминает. Да и стенд госавтоинспекции тоже памятный. Прежде чем она стала гостей из будущего, за Наташей пришли гости из милиции. Здравствуйте, ребята. Когда-то ГАИ не только ловила, но и объясняла, как не попадаться. Короткометражка «Опасные пустяки» лента проходная, что в люди вывела ее. Она приходит из школы вся такая, да, радостная и приносит записку. Такого-то числа востолько-то явится на киностудии. Ой, причем я была уверена, что вряд ли нас даже за порог туда пустят. Просились потом прочесть, а потом сказали. Значит, вы останетесь, мы вас на фото пробуем. Сейчас отведем. Мне дали какую-то маленькую роль, и надо было сказать, а вот я перебегаю дорогу так. А вот я перехожу улицу только на переходе. И только на зеленый свет. Вот так, все правильно. Не все. Как не все? Начинается бардак на этом переходе. Ради актерской карьеры она не тряслась издалека в поездах, а потом на экзаменах. Хотя ни образцовая анкета, мать-врач, отец-рабочий, ни образцовый дневник и еще не повод сниматься. Взяли ее действительно за красивые глаза. Глаза во! И смотрит не по-нашему. Она красавица и не была никогда. Лично я ее не считала красивой. Глаза. И у нее глаза были необыкновенные. Алиса из книги Кира Булычева «Сто лет тому вперед» и Наташа Гусева казалась противоположности, которым не сблизиться. Искали совершенно другой типаж. Должна была быть высокая спортивная девочка. Никто не мог ничего предложить. И совершенно случайно ассистент режиссера привела вот такую вот мастенькую девочку. Все, вот она. Вот ее глаза, все. Он говорит, больше я ничего не хочу, вот никого, вот только вот эти глаза и вот этого ребенка. Я вообще так сурово говорю, знаете, у меня очень мало времени. Вы, пожалуйста, быстрее выражайтесь. Павел Арсенов, как сказали бы сейчас, поломал фишку. Он снимал и раньше, но гостью из будущего выхлопотал после многолетнего простоя. И не мог опростоволоситься. Ребят, многих сам стриг. Что-то ему не нравилось. Он говорит, так, быстро из кадра, садись. Я заросла, и меня потихонечку подстриг гример. Видите, немножко подровняй, он ее не заметит. Он заметил. Кто тебя стриг? Кто тебя так изуродовал? Эта редкая запись сохранилась чудом. По традиции, на студии Горького после съемок кто-нибудь из своих брал интервью у режиссера. Иди сюда. Ну, иди сюда. Ну, подойди, Господи, это семейная съемка, ну. Оператор Сергей Ануфриев помнит, что тогда Арсеновское кино начиналось как раз, когда камера выключалась. Какой-то гнев. Гнев в нем просыпался. Вот композитор Евгений Крылатов исполняет свой гениальный саундтрек «Прекрасное далеко». Но этот приставучий мотив едва не сыграл в мусорный ящик. Павлик, вот я написал экспликацию, я хочу тебя... А Павлик весь аж дрожит, он хватает этого, разрывает на куски, бросает в урну и уходит. Потом, конечно, все объяснилось. А вот это вот самая главная цель. Главный фетиш фильма «Мейлофон» придумал, конечно, Кир Булычев, но изобрел тоже Арсенов. Как он должен выглядеть, навеял магазин подарки. Самое простое бывает всегда загадочным и интересным. И самое простое, что это, кристалл. Алиса, это я! Мейлофон у меня! Этот черный ящичек, делающий любую частную мысль общественной, единственное, что режиссер вынес через проходную студии Горького. Но у мамы Наташи своя легенда. Она уверена, «Мейлофон» у нее. О чем вы сейчас думаете? Ой, как бы, чтобы хорошо прошло, и чтобы, да, я выглядела неплохо. Арсенов был холериком, но, кажется, и последним романтиком. Деньги и совесть, ну, несовместные. Вот я не знаю. В 90-х он еще успел снять «Волшебник изумрудного города» между инфарктами. А в 99-м его экран погас навсегда. На слете фанатов Наташа Алиса помянет главного режиссера своей жизни. Хотелось бы сказать спасибо. Было бы за счет сына. Лишь теперь глаз цепляет двусмысленности 2084 года. Большой театр, на котором все еще или снова советский герб, сломанная в более раннем будущем Россия, а по этой траектории, как известно, пролетел немецкий летчик. Сами же флипы, транспорт грядущего, столкнулись с суровым настоящим. Наняли каких-то рабочих, выпившие люди были, которые просто столкнулись с грузовика и хватка. Она упала, распилась. Но когда все увидели, окнули, но уже было поздно. 6 метров 20 сантиметров. По фильму Алиса в школе творит чудеса. Прыгает дальше всех, на английском говорит, как на родном. Но для школьницы Гусевой это было форменным издевательством. Именно эти предметы она как раз еле тянула. Как там говорит физрук в фильме, да, Селезневов. Честно скажу, впечатлений не производишь. А я физкультурница говорила всегда точно так же. А в английский класс даже сейчас хоть не входи. До сих пор как-то вспомню так вздрогну. С таким трудом. Я его учила, наверное, в течение месяца этот текст. И потом на озвучание пригласили девочку из английского посольства, англичанку. Фильм это ее голос, да. В той, что стоит рядом, не сразу признаешь лучшую подругу Алисы Юлю Грибкову. Марианна Ионысян изменилась в выгодную для женщины сторону. Это где была моя квартира? В фильме именно она приютила заплутавшую в нашем прошлом Алису. Ты, Фимочка, беги скорее домой, а то мамочка неправильно поймет. Но теперь изнутри уже не посмотришь, только внутрь. Зачем милофон, когда есть домофон? Теперь вот этот подъезд просто так и не войдешь. Новый Арбат, бывший Калининский, тоже мил Алисонутому сердцу. По нему девочки шли из школы домой. Было меньше рекламы, было меньше неоновых огней. Зато, по-моему, было больше деревьев. Это называется волшебное искусство кино. Это волшебное из искусств, казалось, будет с ней навсегда. Она прямо из одного фильма в другой переходила. После гостей у нее еще был постскриптум в лиловом шаре. Сейчас же за борт эту гадость. Это не гадость, а лягушка. И даже постпостскриптум в гонке века и белорусской ленте «Воля вселенной». У меня поздно летающие объекты, гости из будущего. Но в любой роли Наташа Гусева оставалась актрисой одной роли. Никогда в жизни у меня больше не было такой славы, в котором обрушилась на меня в детстве. Я решила, что пора остановиться, пожалуй. Последнее, что могло вывести ее во взрослое кино, главная роль в картине «Авария дочь мента». Но, прочитав сценарий, она пошла мыть руки, а потом умыла руки. Она, ты понимаешь, такое впечатление, что я прямо от гризи вся вывалилась. И так и режиссеру сказала. Это я тебя подцепила. Я хочу оставить свой светлый образ чистый. Последний удар ее кинокарьера получила ниже пояса, по кошельку. На сберкнижке скопилась и впрямь космическая для ребенка сумма. Только за гостью набежало 4,5 тысячи. Тогда это «Жигули». Такой маленький уже «Жигули». Но реформы Павлова, а потом Гайдара, унесли их в прекрасное далеко. Ну и все они пропали деньги. Деньги, они всегда, когда легко достаются, они легко и пропадают. Но за какие деньги купишь такие встречи? На излете второго часа поисков группа «Алисоманов-следопытов» вычислила заветную арку. Алиса. Здравствуйте, дорогие милоконцы! Давно вас не видела. Я поняла, что разорвать это просто невозможно. Это кусок моей жизни. Я к этому привыкла. Воздействовать на массовое сознание запрещено законом. Но пока правоохранители отмечают, злоупотреблю положением и почитаю ваши мысли. Понятно. Вы хотите увидеть вторую часть нашей специальной акции. Кем стали герои-гости из будущего? Армия Алисы. Сразу после рекламы. Алиса Селезнева. Будущее настало. Человек сам делает свое прекрасное далеко. Я им ничего не сказал. Трагическая смерть Коли Герасимова. Ну ладно, Фанна, на тебе. Ну, закусон. И воскрешение робота-вертера. Я общаюсь с людьми. Где был дом с машиной времени? Любовь пионерки. Проверил сорт высший. И опасные опыты космобиолога. Смитра спродали. Наташа Гусева. Самый пронзительный кумир детства. Это программа «Главный герой». Специальный выпуск, посвященный Алисе Селезневой и эпохальному фильму «Гости из будущего». Интересно, что для всей армии Алисы, юных героев, снявшихся в фильме, актерская карьера закончилась вместе с детством. Прошла почти четверть отмеренного Киром Булучевым столетнего срока. И мы проверили, что у них за жизнь после фильма. Итак, она улетит, а они пойдут своим ходом год за годом. Это мистика, но ни одно пророчество Алисы не сбылось. Боря станет знаменитым художником. Он не художник, но в русской рубахе сам как молодец картинки и занимается точно не очень земным. Я занимаюсь историей и филологией христианского Востока. Садовский станет обыкновенным инженером и изобретет самую обыкновенную машину времени. Но ни ее, ни даже велосипед он изобретать не стал. Когда в СССР началось «Не дай бог какое кино», Коля Садовский, Семен Бузган уехал в Израиль. Философ и выдумщик Фима Королев стал большим человеком. В фильме его все время тянуло на стройку. Я в строительстве. Лена Домбазова станет киноактрисой. Актрисой она действительно была, но только одной этой роли. Ну я, по крайней мере, расслабилась. Ну если мне уже так предрешено все, значит мне, собственно, можно ничего уже и не делать. Они будут писать стихи. А стихи будет писать... Да, Коля Герасимов. На праздниках стихи читал. Коля Герасимов в миру Алексей Фомкин единственный, кто попал под машину времени. Его жизнь закончилась не хэппи-эндом. 27-мень еще не было. Для Юли Грибковой, робота-вертера, галактической Полины, да и самой Алисы, жизнь после фильма в разной степени стала продолжением фильма. Интервью мне порядком надоели за столько лет. Одно и то же рассказывает. Вирус всеобщей любви, которым она заразила не одну страну, нужно было подробно исследовать. И Наташа Гусева стала вирусологом и микробиологом. Пророчества Алисы исполнились только для нее самой. В конче школы буду работать с отцом. С отцом? А кто твой отец? Космобиолог. На этот спецобъект не пустят без спецпропуска и спецзащиты. Теперь я гостинку. Чтобы спрятаться от алисомании, а от нее уже подташнивало, надо было резко сменить масштаб. Только здесь, с микробами, полная жизненная гармония. Она не просто не на виду, она почти засекречена. Она скрывается. А Селезнева здесь есть? СПИД закончился, да? СПИД распродали. А Селезнева здесь едва слышали, Гусеву не знают вовсе. В компании по производству тест-систем на наличие вирусов, вроде СПИДа и сифилиса, Наталья Евгеньевна Мурашкевич, замгенерального директора. Селезнева – это не настоящая фамилия. Наташа, это то, что вы оставили кино? Да, по-моему, это интересно. Это ведь все так интересно. Кино – это чужая жизнь, и она не моя. А здесь, в общем-то, можно принести какую-то пользу реальную. Но надевая этот орбитальный костюм, она как будто и не выходила из фильма «Лиловый шар». Здесь где-то громозеку ничего не знает. В космос я понимала всегда, что я вряд ли когда-нибудь полечу. А это, ну, это ничем не меньшее приключение. Но это другая вселенная, это совершенно другой мир, который существует рядом с нами. Эту вселенную она выбрала бесповоротно сразу после «Воли вселенной» – ее последнего фильма. В белорусском Гродно Наташа погибла бы от рук своих же фанатов, если бы тем хватило времени на раскачку. Вот мы все в автобусе сидим, они уже подвигаются к автобусу ближе, начинают его раскачивать. Значит, и вот скандируют гуси-гуси. Автобус вот так, у всех сердце в пятке. После этого наука стала ее академическим убежищем. Вот Наташа в студенческие годы пытается по капле выдавить из себя Алису, отращивает волосы и пишет научный труд про анализы, основанные на детекции пироксидазных реакций. Ты берешь обыкновенный мангусти и жаришь его на петяровом масле. Профессор, который узнал, что я снимала с кино, он уже так считал, а, ну, конечно, артистка, там, типа, чего ты тут делаешь, чего ты думаешь, играешь в науку. Она не была, как в фильме «На Венере», но спасает мир от венерических болезней. Каждый день, не дрогнув, трогает пробирки с ВИЧ. А по здешней легенде в одной из комнат спрятана бочка с сифилисом. Люди очень с сифилисом заинтересовались. Они выглядят очень прилично. Нет, очень прилично. Это как будто, когда вы встречаете девочку в ВИЧ-сифилисом, она тоже выглядит прилично. Алиса, я им ничего не сказала. После этой сцены юный зритель верил, во взрослой жизни у них просто обязан быть роман. Но за кадром ее кадрил совсем другой. У нас была очень трепетная дружба с Алешей Муравьевым, который там играл Борем и Серером. Они были самого, так сказать, невинного и даже трудно представленного для современных подростков, очень чистого характера. Все мои подружки про него знали, его видели. Он играл на гитаре, он очень классно рисовал. Гитара у него и сейчас припрятана, а не рисовать он просто не мог. Кир Булычев, его героя, наградил именем известного художника Бориса Миссерера. Это все равно, что, понимаете, но сейчас вам сказали бы играть Диму Лихачева. И то ли она, то ли, я уже не помню, кто из нас говорит, его не открывали еще с зимы. Нет, его не открывали с зимы. Вот это единственное, что я помню. Он, кажется, ушел от киношного образа дальше всех. Отрастил рыжую бороду и назло новостям выучил грузинский. Жудам Раватави. А его институт всеобщей истории, хоть по сути и институт времени, но явно прошедшего. Муравьев Миссерер не Алисоман, а скорее Алиса-скептик. Я Наташу никогда в качестве Алисы не воспринимал, понимаете, это был товарищ по съемкам. А остальные понимали, когда Алиса станет взрослой, конкурс на место рядом с ней будет один на 30 миллионов. Менчанин Денис Мурашкевич уже после третьей серии осознал, что круто он запал на ТВ. Он сказал, мама, иди сюда, ты видишь девочку, какие у нее глаза, какое все. Мама, эта девочка будет моей женой. Я посмотрела, говорю, да ты что, с ума сошел? И однажды он приехал к нам, а я говорю, что уже поздно, она ушла замуж, и ходить уже бесполезно. А он говорит, покажите фотографии ее. Я говорю, ну прямо вот сейчас, вот сейчас побегу и принесу, да. То есть я так чутко понимал, что дохлый номер. Все шли в лобовую, а он, как белорусский партизан. Этот фильм снял сам Денис о своем одиночном плавании. Даже по лесу он передвигался напролом. Про него говорили так, на камень его посадить, и он выживет. Сорвал спину, а и слова-то пуль. С него, как с гуся вода. Попасть к Алисе можно было только троянским конем. И когда она приехала в Минск, Денис виртуозно сыграл из ящика. Я жила в гостинице, в номер позвонил по телефону, и мне сказали, что на мое имя, на главпочтемпе, получена бандеролька. Принесли огромную коробку из петилизера «Горизонт». Они молча поставили коробку и молча ушли. Она начинает открывать. И в этот момент я слышу, как... Оттуда громадный букет цветов, и потом вылезает Денис с этим букетом. АПЛОДИСМЕНТЫ Такого оригинального знакомства в жизни не увидишь, наверное, никогда. Девочку из телевизора мог очаровать только мальчик из коробки из-под телевизора. В инструкции к самому себе он написал, хранить вечно возврату не подлежит. Ну, ты впустила? Я впустила. И я здесь сижу на диване, он говорит, мама, мы решили пожениться, я заплакала. Я сказала, вы что? Тогда впервые «Прекрасное далеко» использовали как марш Мендельсона. Столица республики – это Беларусь, в городе Минске вступает в Брак. Но в четвертой серии Алиса еще путается в трех колях. Какой из них сгонял в будущее и спрятал мейлофон? Подходящего Колю Сулиму режиссер одолжил у коллег Антон Суховерка, сын советского актера и телеведущего Рогволда Суховерка. Я на службе, сэр. В кино Антон так и остался гостем. Его рисковатый и вечно дежурный герой – единственная роль. А эта пленка – редкое его появление на публике. Я хочу поблагодарить вас, всех поклонников этого фильма, за ту огромную любовь, которую вы несете к нему. За шуточками к Садовскому. Да с удовольствием. У него в хайфе и тепло, и почти без отрыва от русской жизни. Он слегка посолиднил в смысле веса, в остальном машина времени его пощадила. Мама говорит, что я совершенно изменился. Мама, хватит! Обычный мальчик, приколист, который, что можно сказать, что он делал, поддерживал беседы. Лезут на дерево, а я поддерживаю беседу. На первые фотопробы он сходил, когда Наташи Гусевой не было и трех лет. Семен, в отличие от нее, в фильме сыграл переростка. Ее мама была мой участковый врач. Он прекрасно меня знал с самого детства, и мы встретились абсолютно случайно на студии. Ну, здравствуй. Она говорит, ну, здравствуй. Щенок! Приятно было познакомиться. Семен Бузган, как все русские в Израиле, поработал на радио, но потом осел в магазине, торгующем всякой всячиной. Что такое? Это по три, да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот видите, это Полина из фильма. Вы помните меня? Ту высокую женщину-инопланетянку? Помню, да. Помню, очень приятно. Вы такой же задорный мальчик, черненький или нет? Ну, вроде бы да, таким остался. Задорный и черненький. Признайтесь нам, с кем вы закурили на съемках этого фильма впервые? Закурил помню, но не помню с кем. Курили там все. Целую вас. Лена Полина. Елена Метелкина как будто материализовалась, чтобы выпить с фанатами кефиру. Культовый пиратский напиток боролся с пьянством эффективнее Горбачевского сухого закона. Можно поверить, что он влюбился в этот напиток. У профессиональной манекенщицы Метелкиной роль не намного сложнее демонстрации одежды. Я тогда растила своего сына, он был маленький, я на киностудию приезжала с коляской. На этом фото режиссер объясняет Лене Полине, как ведут себя в космическом терминале. Мне он говорит, ну пусть не идет эта линия, зато у нас глаза, ты понимаешь? Странный взгляд был, потому что у нее близорукость большая, и она не видела, куда шла, поэтому взгляд был очень странный. Из прошлого, в котором снимали будущее, она вполне сносно донесла себя до настоящего. Может уже пора операцию сделать? Сможете? Да. И пусть в кино ей удавались лишь безмолвные космические девы, в магазине, где она сейчас работает, мужчины по-прежнему в мечтах надевают ей платье или снимают в фильме, и наоборот. В детском кино, если и могли быть жертвы, то нечеловеческие. Влюбленного в Полину по самый процессор, последнего робота-романтика Вертера дырявят лазером в конце второй серии. Но на то он и андроид, чтобы воскреснуть чиновникам. Актер и режиссер Евгений Герасимов, депутат Мосгордумы и О, главы Союза кинематографистов России. Сегодня луч бластера его бы не взял. Иммунитет. Кто последний к этому бюрократу? Я постоянно веду приемы. Понедельник, отчеты. Посмотрите, это серьезные суммы. Вы мне мешаете сосредоточиться. Это очень серьезная работа. Здравствуйте. Здрасте. Так. Так. Герасимов, фамилия которого в фильме досталась Коле, снялся в полусотне фильмов и сам снял с дюжину. В гости он был низкобюджетным роботом и походку паралитика разработал сам. Моден стал брэкданс, да, в то время. И многие двигались как брэкдансисты. Можно было бы, ну, да, вот, современно, да. Но был в этой походке зашит еще один секрет. Художники забыли сделать что-то человеческое. Восемь часов я не мог сходить в туалет, ордев этот костюм. Нет моих больше сил. То ли дело сегодня. Он работает с первого дубля. Сходите за своим депутатом. А, говорил, что романтик. Лучшая подруга Алисы Юлия Грибкова, Марьяна Ионысян, кажется, научилась останавливать время. Ее красота по-американски. Да и фамилия тоже. Грей по мужу. Мы уезжали в Америку. И когда люди узнавали, что я снималась в этом фильме, они старались помочь. Это было удивительно. Из всей армии Алисы она одна приходила в фильм с прицелом на актерство. Но в школе скатилась на тройке и быстро доигралась. И мне родители сказали, все, это под запретом этой темы. Есть и те, кто в фильме лишь мелькнул, а потом примелькался всем. Школьница в Космопорте, будущая модель Инна Гомес. А девочка-оборотня... Молва приписала Лене Перовой, что пела в группе лицей. Насколько здесь девочки? Наверное, лет шесть или семь? Вообще, да, они совпадают. Я бы была бы восемь. Нет, это не я. Но было и место страстям. Вот откопали завалявшийся раритет. Фотопробы главной зазнобы закадровой жизни Наташи Шанаевой. Они до сих пор, ее боль и печаль. Ведь надеялась она не на крошечную роль Лены Домбазовой, а на саму Алису Селезневу. Ребята были очень активные. И обычно велись активно перед камерой. И так получалось, что меня оттесняли конкретно. Звездная роль Алисы скукожилась до одной фразы безвестной Лены. Меня возмущает. Как могут сохраняться такие люди? Все с напряжением ждали, когда я наконец закончу. А предсказание Алисы теперь звучит совсем не беззлобно. Станет киноактрисой. Ну, кинозвездой не стала. Но не везло ей в кадрах, повезло в любви. Она многодетная мать. У меня очень рано родился ребенок. Мне пришлось себя вот так посвятить детям. В том возрасте не было большего намека, чем взять у девчонки портфель. Ее портфель был на расхват. Но первым успевал он, Коля, Алеша Фомкин. Вот у них какая-то симпатия была взаимная. Вот они как-то там, когда были мы в Гаграх, вот они вместе гуляли вдоль берега моря. Ну, уже переходящее в такие взрослые ухаживания. Да, признавался в своих чувствах. Да не влюблялся я. В выпускном классе он как будто не наигрался в мейлофон. Из армии он еще будет ей писать письма, а потом... Пропал, да. Эти уникальные кадры, снятые любителем, его единственное нехудожественное кино. На них еще кажется, оно прекрасное, далеко. Прекрасное, далеко, я очень радуюсь. Но Фомкин, когда Слава выпустила его из объятий, начал не путь, а пить. Один единственный из всей группы был изначально неблагополучным. В экспедиции это так немножко проявилось, я не буду говорить в чем. Только теперь, когда знаешь финал, в фильме проступает страшно много зловещих намеков. Ты достаточно наговорил, чтобы подписать себе смертный приговор. Где-то вот в той стороне он может быть. А ты несчастная жертва легкомышленных. Где бы землямяк там хоронили. Да, Коля, площадь твои дела. Бардакая в полной, так не положено. А Коля погиб. Плохо, брошенный. Его одноклассники теперь не найдут его на сайтах одноклассников. Этот поиск был горше и дольше. Десять лет. За ним бегали с этим криком. Алиса, милофон у меня. Из класса не выходил, на перемене оставался. После гостей он еще пробовал сниматься, но в школе из-за прогулов ему не дали даже аттестат. Выпивали все. Все выпивали. В конце школы, там с учебой совсем было плохо. Ну вот не оказалось в человеке стержней. А после армии, куда пошел сам, пытался работать в горьковском хате. Но потом вся фабула окончательно пошла под откос. Может уедешь? Завербуешься на стройку. Уволившись и со стройки, он уехал в глушь, к бабке, во Владимир. Даже успел жениться, но говорят же, от себя не убежишь. К этому он шел. И, видимо, шел он даже, может быть, и не сознательно, а, мне кажется, даже генетически. В февральскую ночь 96-го, после веселья в честь Дня Советской Армии, он не успел выбраться из пожара. И во сне так ничего и не понял. Жалко, конечно, ужасно. Ну ладно, Фома. После этих поминок могилу облагородили. Такая она сейчас. Легко помните, но это просто наши самые главные предатели. Я, честно говоря, думал, он просто переехал куда-то. Я ему звонил, когда приехал, просто звонил, звонил. Понял, как бы, и тишина там. Гости из будущего – это мистический эпос. Есть предмет силы – милофон, лабиринт. Полет Коля Герасимова уж очень похож на полет булгаковской Маргариты. А место тайны – это дом с машиной времени. Не подглядывайте. Где же он? Его фанаты локализовали последним. Не судьба. Пришла у нас коммерция. Но у дома, который вел в далекое будущее, у самого будущего не было. Вот кадр из фильма. На двери читается надпись «Под охраной». Потом тут и правда квартировала охранная фирма. А до нее – турагентство «Горящих путевок». Тоже бизнес в тему. Грязь, битая штукатурка, битые стекла. И чего эта развалилка не сносит. По-моему, даже никакого разрешения не получали на съемку. Он стоял заброшенный. Да и фанаты не стали обременять себя разрешением. Эту видеозапись сделали за сутки до сноса. Прощальный тур по детской мечте. Ну вот она. Это замечательное место. Нет, тут еще. Блин, как всю жизнь я там занимал. Ну а за пиратами бежала Наташа. Ее снимали в студийном павильоне. А пульт украсили тогдашним венцом дизайна – кубиком Рубика. Давайте попрощаемся с домом. Под такое грустное кино – только вино. Когда начали зажигать, на огонек заглянул собственник дома. Гость из настоящего. Смотрите, только чтобы он не руком погиб. Об утрате они почти не жалеют. Теперь есть миф – сломали дом-двойник, а тот самый надежно укрыт. Никто не может найти, и какой-то обман, заговор существует. Дом скрывают. Ребята, мы слушаем сейчас Алису Селезневу. Тем, кто сейчас в Алисином возрасте тогда, фильм кажется занудным и затянутым. Алисе Селезневой из шестого класса ими сделали родители. Из-за этого фильма, что мне понравилось, решили так же назвать. Но теперь ясно – таким именем не козырнешь. То ли дело Наташи Грусева, которой пришлось нарочно сутулиться, чтобы ее не узнавали. В середине 90-х редкое интервью белорусской детской программе «Дань родине мужа». У меня был такой один забавный поклонник, он мне подоился в коробке. Пошлось из него выйти замуж. Сумасшедший. Саша работал на том же телеканале «Кукольным волком» и действительно почти выл. Много лет он скрывал, что сам хотел выйти из той коробки, а потом выйти с Наташей из ЗАГСа. Говорю, пошли, гуляемся по городу, в кино сходим, в конце концов, ко мне на телевидение. Вот. Пошли. Денис-то косо посмотрел, говорит, идите. Уважаемая Наталья Евгеньевна, хорошо ли вы продумались на решение? По городу просто шлялись, разговаривали, говорю, стихи читал. Уважаемый Денис Анатольевич, согласны ли вы? Было очень трудно тогда скрыть, что я в нее влюблен. Прикиньте, хоть немножечко больной, я буду поцелуями лечить. Бурашевич Денис Анатольевич и Бурашевич Наталья Евгеньевна... Я уверен, что она все понимала. ...объявляется мужем и женой. Не знаю, как она на мне, но я бы на ней точно женился. Даже сейчас? Даже сейчас. Городка! Городка! Здесь она меньше всего похожа на Алису. В то время, когда в Москве все шло к кровавому октябрю 93-го, свадьба звезды из телевизора и жертвы телевизора проходила в безмятежном Минске. А коли говорю, Наташа Гусева. Какая у вас ассоциация? Гусева из будущего. Это телевизор и из-за уровня. У Саши был, кажется, последний шанс, когда жених вместо ЗАГСа едва не попал в другое казенное заведение, в тюрьму. Вот они взяли эти шпаги, все, и решили репетировать бой, как за невесту. А люди думали, что бандиты. Вызвали милицию. Мы смотрим, стоит эта кутузка и забирают всех оттуда. Она жена моего друга, а ее муж – брат моего начальника. Их много, а она одна. Но в будущем говорят, что наука творит чудеса. Надо клонировать. Я подумал, почему бы мне родиться настоящей Алисей Селезневой? Почему бы мне не воплотиться? Мне кажется, что у меня психушку опекут, если кому-то скажу. А вы бы согласились? Нет. Этот калаш – с одного из сайтов. Вера в Алису – это почти религия, но единицы видят в ней Наташу. Как бы она ни пряталась и как бы ни менялась, Алиса – это у нее навсегда. Ведь даже дочку она назвала Олеся. Прекрасное далеко было к вам жестоко? Нет. Человек сам делает свое прекрасное далеко. Насколько он его заслуживает. Как бы это банально не звучало. Что за магнит, который так притягивает? В девочке как будто из соседнего подъезда, но с необыкновенными возможностями. Для тех, кто в нее верил, есть что-то Питер Пеновское. Она не должна была взрослеть. Но теперь, когда не скроешь, что Алиса стала взрослой, понимаешь, чудес не бывает. Мелодия, весь фильм, цеплявшаяся к уху во время фильма, разразилась красивым шлягером поколения в конце картины. Прекрасное далеко и сегодня. Вечный гимн добрый, слегка наивный, но едва ли реалистичный мечте. До 2084-го еще далеко, а пока далеко. Увы, не такое прекрасное, как хотелось бы. Да и поют этот бессмертный хит уже не тем высоким кристальным голосом, а пожестче, как сейчас говорят, патрешовее. Только в программе главный герой, большой детский хор и примкнувшая к нему панк-группа приключений электроников вернут нас назад в будущее. Или назад из будущего. Это был главный герой. Ностальжи-тур в нелихие 80-е. Под занавес покажем то, что должно было остаться за кадром. Всем фанатам фильма гарантируем, во время съемок ни одного андроида не пострадало. Страдали только люди. До воскресенья. Здравствуйте, милопонцы. Пошли по подъездам просушивать. Я предлагаю уйти окончательно. Опять они снимают наши спины. Далее еще спины. Корреспондент, не получивший по морде удочка, это не считается, значит, съемку. Пишем, да? Наталья Евгеньевна, согласны ли вы стать ее женкой? Позвольте. Нет, что снимать-то. Нет, тем более не надо. Какую нахрен карту? А? Выливайте. У меня-то трясется, ничего. Ничего. Сейчас выкинь, полегчает. Выходить влево-вправо. Это репетиция или это уже съемка? Наташа, правда, что Леша Хомкин вам портфель носил? Правда. Понесите его. Без этого не пустят. Как вас все боятся? Все разбегаются. Это вещи там, да? Они уже снимают, между прочим, такие вещи. Вы будете переодеваться в космический? Да, как вы хотели. То есть здесь вот уже необходимо работать. Лиловый шар только в руках не будет. Так все, в общем. Не громадитесь. Мне кажется, я больше не на космонавта похожа, а на какой-то рисованный мультик. Попозируйте, попозируйте. 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 Попозируйте.